Как эти шутки вообще могли попасть в детский мультфильм? Прошу ваша светлость! Добро пожаловать на WatchMojo Россия и сегодня у нас топ 10 взрослых шуток в мультфильме Губка Боб квадратные штаны. Прежде чем мы начнем, мы публикуем ролики каждый день, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео. Для этого списка мы сосредоточимся на шутках из детского мультфильма, которые вероятно были написаны скорее для родителей, которые смотрят шоу, чем для целевой аудитории. Номер 10. Надувные шары Что бы вы сделали, чтобы помочь своему коллеге, который засыпает на работе? Конечно, надули бы несколько воздушных шариков, которые просто оказались у вас под рукой и создали бы из них несколько фигурок, чтобы сделать замену вашему коллеге. По крайней мере это была блестящая идея Губки Боба, когда Сквидвард уснул прямо за кассовым аппаратом. Возможно вы не заметили, когда были ребенком, насколько длинные прозрачные воздушные шарики напоминают презервативы. Еще хуже был вид того, как сквозь кухонное окно воздушные шарики увеличиваются по мере того, как он их надувает. Чего-то не хватает! Номер 9. Французский щекотник Кстати, говоря о презервативах, Губка Боб и Сэнди попадают на остров карате вместе со злодеем по имени Щекотник, который как раз случайно оказался французом. Само по себе его имя уже звучит довольно неуместно, даже не зная, что французский щекотник – это тип презерватива, предназначенного для улучшения восприятия, ну скажем, щекотки. Эта отсылка, вероятно, не была замечена детской аудиторией мультфильма, но не волнуйтесь, также были показаны его гигантские ручные устройства для щекотки, которые определенно нанесли вред детской психике на всю жизнь. И салфетки прихвати! Номер 8. Извини за чесотку А где же тогда мой праздничный торт? Ну конечно торт! Окей, с этим они даже не пытались быть деликатны. Бедный Губка Боб разрывается на части, обещая помочь мистеру Крабсу починить телескоп, помочь Сэнди с научной презентацией, а также посетить день рождения Патрика и купить торт. Губка Боб оказывается в ситуации Фигара, разрываясь между тремя заданиями. Он забывает забрать торт на день рождения Патрика, и в его поиске в последнюю минуту он может найти только торт с надписью, который гласит «Прости за чесотку». Но так как не существует хорошего способа извиниться перед кем-то за передачу взрослой болезни, то почему бы это не сделать посредством торта? Я сейчас уже закрываюсь! Да, вот, держите! Номер 7. Здесь покоятся надежды и мечты Сквидварда. Взросление – это непросто. Никто не знает это лучше, чем Сквидвард Кентаклс. Проводить остаток своей жизни в качестве кассиров в Красте Краб – определенно не то, что планировал Сквидвард, когда он мечтал стать известным музыкантом-кларнетистом. В этом эпизоде показана очень буквальная интерпретация Сквидварда, переживающего смерть его надежд и мечтаний, и определенно она предназначена для взрослых, смотрящих это шоу. Мистер Краб замечает Сквидварда, оплакивающего могилу на кладбище, и когда он подходит поближе, то видит, что могильный камень гласит «Здесь лежат надежды и мечты Сквидварда». Слюнь, дай! Номер 6. Нос губки Боба. Я здесь, сэр! Невероятное количество шуток о пенисах, которые попали в это детское шоу, могло бы составить отдельный топ-10. В текущий топ попал тот момент, когда нос губки Боба высунулся из-под земли позади мистера Крабса, по крайней мере мы надеемся, что это был его нос. По просьбе Сквидварда, губка Боб закапывается в землю, и когда мистер Крабс ищет его, губка Боб показывает себя, высовывая кончик своего длинного носа из-под земли. Сквидвард попросил меня зарыться куда-нибудь! Момент показывают довольно быстро, поэтому на первый взгляд можно пропустить, что выдающийся нос Спанч Боба напоминает другую вытянутую часть мужской анатомии. Хватит дурака валять! Будешь сниматься в рекламе! Я! Я! Номер 5. Оплата услуги. Ну, Патрик, вот он, дворец приколов! Разговор о шалостях зашел куда-то не туда. Когда губка Боб и Патрик обнаруживают магазин с розыгрышами, то все выходит из-под контроля. Они берут в руки баллончик со спреем-невидимкой и решают устроить невероятную шутку. Единственная проблема, краска-невидимка пачкает одежду, таким образом они раздеваются догола, делают друг друга невидимыми и терроризируют город. И зраки! Привидения! Они получают по заслугам, когда мистер Крабс окатывает их водой. Хватит! Краска стирается и они остаются полностью обнаженными, держа в руках долларовую купюру. То, что на самом деле является совершенно невидным моментом, в итоге выглядит так, будто губка Боб покупает за доллар некоторые, скажем так, услуги. О, мы не знаем, о ком ты говоришь, Крабс! Номер 4. Панталонный рейд. Жаль, вы пропустите наш панталонный рейд. Что? Все верно, панталонный рейд. Большинство грязных шуточек в этом шоу балансируют на тонкой грани. Но иногда они идут во все тяжкие. Мистер Крабс проводит потрясающую дикую ночь с губкой Бобом и Патриком в попытке вернуть себе юность. Но затем ночь превращается из безобидных развлечений в реально преступные дела, когда они участвуют в панталонном рейде. На случай, если вы не уверены, что это значит, мистер Крабс обязательно предоставит вам подробное описание. На самом деле, они врываются в чей-то дом, поднимаясь по лестнице и влезая в него через окно. К счастью, мистер Крабс получает то, что заслуживает, когда выясняется, что это дом его матери, и она дает ему нагоняй. В свою комнату быстро, и не выходи оттуда всю ночь. Хорошо, мама. Номер 3. Не роняй дублоны. Мы обязаны сделать это тяжелое дело, вернее, легкое дело, вернее, среднее. Очередная шутка на грани. Губка Боб отпускает весьма прозрачную шутку о тюремном сексе в этом эпизоде. Подошло время купания, но улитка Гэри не хочет полизать в ванну. Тогда губка Боб пытается обмануть его, притворяясь, что ванна это сундук с сокровищами, а кусочки мыла это дублоны. Боб, дублоны, не поскользнись. Все знают, что означает подтекст фразы «не роняй мыло», поэтому, когда губка Боб, улыбаясь и подмигивая, советует Гэри не ронять дублоны, нет никакого сомнения, что это было именно про это взрослое выражение. Короче, отправляйся в ванну. Номер 2. Соленые словечки. Эй, кажется, я понял, о чем речь. Это слово ничего не значит, оно для украшения. Патрик и губка Боб действительно сделали это на этот раз. В своем невинном идиотизме два лучших друга узнают некоторые новые слова из надписей на мусорном контейнере за бургерной Красти Краб. Как и дети, они не понимают истинного значения своих новых слов и просто думают, что произнося их, они звучат круто. Здравствуйте, друзья! Классный денек сегодня. Эти культовые дельфиньи звуки для цензуры никого не могут обмануть. Мы все знаем, почему город так взволнован разговорами о нецензурных словечках. Давай поедим в другом, приличном месте. По крайней мере, ребята усваивают урок, когда миссис Краб слышит их ругань и наказывает их. Но только до момента, как она ударится пальцем о камень и покажет свой собственный обширный словарный запас. Прежде чем мы покажем наш номер 1, вот несколько достойных упоминаний. Это самое трудное в жизни родителей, наверное. Но все, что мы пережили, того стоило. Да? Возьмем еще одного. Точно! У тебя прорезался талант. Прости, Сэнди, я опаздываю к парикмахеру. Но у Спанч Боба не растут волосы. Или растут. Номер 1. Губка Боб смотрит за морским анимоном. Губка Боб довольно возбудимый парень, но есть только одна вещь, которую он мог бы наблюдать так взволнованно. Пролистывая каналы, он заинтересованно смотрит, когда попадает на канал с танцующим морским анимоном. То, как взволнован Губка Боб во время просмотра, это первый индикатор того, что морской анимон может делать что-то более пикантное, чем просто танцевать. Второй индикатор, когда Гэри входит в комнату, а Спанч Боб в панике щелкает пультом, утверждая, что он просто искал спортивный канал. Конечно, Губка Боб, конечно, спортивный канал. Так мы и поверили. Очевидно, Губка Боб смотрел своего рода морское порно. Я просто искал спортивный канал. А вы согласны с нашим списком? Проверьте эти и другие отличные клипы от WatchMojo Россия и подписывайтесь на канал и нашу группу ВКонтакте.